Встреча с Новосибирском 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 И вторая сторона – это люди, которые не то, что противостояли, а не согласны с позицией вот этих вот демократической коалиции. И проводили вчера свое мероприятие. И для того, чтобы в стране не создавался такой образ Новосибирска, ультралиберального, который хочет отделиться Сибирь от всей страны и так далее, мы пригласили все стороны. Представьтесь, это Александр. Ильютенко Александр Анатольевич, писатель Совета Межрегиональной общественной патриотической организации «Добровольцы». Ну, один из организаторов вчерашнего мероприятия. Один из сторонников вчерашнего мероприятия. Во-первых, вчера по мероприятиям, какого он не был. Начнем с этого. Сейчас, к этому придем. Мы пока представляемся. Роман. Чеботарович Роман Михайлович. Ну, коллеги, собственно. Продолжим. Значит, Сергей, расскажите о целях, задачах вчерашнего мероприятия. Ну, я, конечно, был не среди устроителей этого мероприятия, но со своей стороны, ну, как все-таки человек, который поддерживает именно это, то есть это мероприятие. Вчера у нас 11 августа в 19 часов у памятника Александру Третьему состоялся именно народный сход, целью которого была как за нормальный честный выбор. Вот и все. И людям говорили, почему, зачем, то есть не допускается определенной организации именно этих выборов. В городе Новосибирске? В городе Новосибирске, да. Все. Выступали Волков, Бойко выступали как раз, то есть я рядом был, то есть все, там у меня много знакомых, хороших людей. Так, ладно, Александр. Люди петицию потом, кстати, написали, ну, то есть подписали петицию, почему наш избирком может себе позволить не засчитать, кого-то пропустить, кого-то не пропустить, ну, как спокойно, тихо, бедно, как в магазине, кто-то тебе нравится. Ариф, по каким причинам с нами? Там много было, там, видите ли, какие-то подписи не сошлись, потом, до этого начали его говорить, что якобы подписи покупаются. Ну, я был, видел всех ребят, если эти подписи покупались, то это было бы гораздо легче. Потому что люди там гневали и ночевали, собирали вот эти подписи, бегали. А тут просто-напросто заявляется это все голословно, не предоставляя никаких улик. Ну, а цель, цель какая была народная? Народная, чтобы подписать вот эту именно петицию, чтобы люди вот эти, там, конверты, заявления именно наш избирком, что, чтобы нормально, возвратиться к нормальной, демократической именно форме, чтобы были нормальные люди. А вы считаете, что в избиркоме есть инструменты, которые, давайте с вопросом потом перейдем. Ну, они могут себе позволить, как инструмент, они могут себе позволить принять подписи, не принять подписи. То есть, ну, я понимаю, что избирком это всего лишь тоже люди, которые, как у нас есть телефон и оправа, насколько мне понимается. А звоночек? Да, конечно. А почему? К сожалению, как было, так и осталось. Так оно и есть. А иначе я вообще не понимаю суть этого. Хорошо, понятно. Тогда, Александр, расскажите, что было вчера проведено, ну, как бы, в контр-это мероприятие. В принципе, как бы, контр-мероприятие никакого не проводилось, да, если проводилось контр-мероприятие. Мы, наверное, были в разы ближе к митингующим, да, как это происходило в прошлый раз на митинге Навального, да, и как-то более активно высказывали свою гражданскую позицию. На тот момент в общей сложности, как сказать, это произошло практически даже без какого-то там объявления. И все знали о том, что будет 11-го числа митинг гражданской платформы, или как там гражданскую право-коалицию, да? Да, демократическая коалиция. Демократическая коалиция. Ну, и успеть даже не договариваться, собрались просто посмотреть, просто посмотреть и... То есть, что в вашем мероприятии оно было зарегистрировано, то есть вы получили разрешение? Мы, имеется в виду, говорю о том, что не договаривались, просто все пришли посмотреть, как зрители. В том-то и дело, что не зарегистрировано, и просто там люди стояли без всяких плакатов. Там не было ни плакатов, не было ни флагов, не было ни это самое... Не было ни флаги там были? Не было, нет. Не было ни флаги. А, эти ребята с военно-патриотического клуба, они приехали на машинах с красными флагами? Ну, так и нет, а это имеется в виду, это атрибутика военно-патриотического клуба, они проводили на тот момент как выставку электроавтомобилей. Так что здесь к этому имеется в виду, что и мы не будем... Ну, а зарегистрирована была эта выставка, что они там сказали, что в это время они там... Мы, как всегда, делаем это, допустим, все законно. То есть, я вот всегда подаем заявку, ответственные люди, мы же знаете, как это сделать. Ну, это, во-первых, это проведение общественно-политических мероприятий. Выставка электроавтомобиля, она не относится к общественно-политическим мероприятиям, да, и, насколько я понимаю, в принципе, любой человек, который захотел, как бы, так сказать, показать, ну, то, чем он обладает, да, либо группа лица, она может, как бы, заехать на машину и показать автомобиль. Короче, речь о том, что люди приехали, постояли и все, не относясь к вашему мероприятию. Во-первых, когда, действительно, никаких ни акций, ни контракций, ни каких-то выпадов в сторону государственного гражданского... Нет, нет, было все, кстати... Нет, я сам, я лично видел, это, кстати, очень... Все было вполне... Вполне было нормально. Корректно. Корректно, да. Никто, как бы, не подходил даже близко к вам. И геликоптер только летал там сверху. Ну, это я не знаю, чей, как бы, это точно не важно. У нас нет геликоптеров. В общей сложности, как сказать, митинг оппозиции, да, скажем так, он, в принципе, как бы, собрал патриотов, но которые пришли как зрители, да, но, в принципе, были там... Потом уже решили о том, что если мы подойдем близко, мы просто сюда увеличим, ну, количество людей, которые там находятся, и создадим, как бы, массовку, да, и, возможно, еще какие-то провокации, да, могут там произойти. Поэтому решили, как бы, даже близко не подходить, до сторонки постоять, посмотреть автомобили. Каждый там общался на... Если посмотреть, если у кого-то есть записи, то каждый мог посмотреть о том, что там каждый общался на свою тему, в своем, как бы, своем интересе. Все понятно. Роман, вы что-то добавите? В действительности все было так, но, конечно, выступление демократической коалиции вызывает интерес. Вызывает интерес как у профессионалов, так и у обычных граждан по причине того, что действительно есть заявления, которые соответствуют действительности, проблемы, которые соответствуют действительности. И на это реагируют ваши сторонники и поддерживают. Среди ваших сторонников есть искренние люди, которые верят в то, что вы говорите. И с нашей стороны не было целью, конечно же, вам помешать. С нашей стороны была цель, единственное, посмотреть, как будет происходить, скажем так, закат предвыборный. Конечно, я понимаю, что это прискорбно, и не только вы не прошли, и среди других кандидатов, так скажем, были непрохождения, то есть отказ. Но это не фатально, на самом деле. Важно понимать, что те люди, которые пришли к вам, понимать их мотив, что они в действительности видят и что они хотят. И понимают ли они на самом деле, какие перспективы того, что заявляет демократическая коалиция. Та стратегия, та тактика, которую использует демократическая коалиция, те цели, которые они поставили, они на первый взгляд могут показаться действительно светлыми. И человек, который, по сути, не обременен политикой, не разбирается в тех системных проблемах, которые существуют не только в нашей стране, но и в мире, он может подумать, что вы и есть те люди, которые способны улучшить жизнь. И, может быть, среди вас, я лично не знаю, не знаком, но, может быть, предполагаю, есть люди, которые заинтересованы в это. Но также нужно понимать следующее, что некоторые лидеры, представляющие интересы демократической коалиции, имеют некоторые связи, которые вызывают много вопросов. Но эти связи, они не скрытые, они публичные. Мы имеем в виду Навального, Касьянова, им подобные, Немцов, Яшин. В любом случае, если исходить из благих целей и намерений, то возникает вопрос, а зачем тогда иметь контакт с заведомо провоцирующей и дискредитирующей организацией? Это фатальная какая-то ошибка или это преднамеренный какой-то план или это просто public relations company? Ну, так или иначе, я не просто сказал английские слова, потому как вы знаете, где находится Костянов, покойный Немцов, где и с кем общался, и какие высказывания в направлении нашего руководства в лице президента были также сказаны. Самое меня, что удивляет, когда приезжал уважаемый Навальный Алексей, то из его уст постоянно звучали обвинения в сторону президента. А обвинения, которые подразумевали то, что все плохое, что было и существует у нас в стране, оно неимоверным образом напрямую связано с Владимиром Владимировичем Путином. У меня, как у человека, который знает прекрасно заочно Навального, какое у него образование, какой у него опыт выступлений, и его талант вести дискуссию и удерживать взгляд и внимание масс, то я не думаю, что он намеренно, скажем, осознанно думает так, искренне. Полагаю, что данная фраза в сторону президента и те фразы, которые он озвучивал, прежде всего направлены с целью дискредитации и введения в заблуждение. Это личное мое мнение, я не настаиваю. Роман, извините, давайте сформулируйте вопрос. Все, что касается, начиная с имущественных отношений президента, заканчивая его окружением, это если говорим мы о личности. Далее о деятельности, это то, как мы живем, какие у нас проблемы социальные и так далее и тому подобное. Плюс доклад Путин-война. В действительности, если изучить, это не сложно сделать, в интернете достаточно много информации, изучить все, что делал Владимир Владимирович Путин с периода его назначения, точнее передачи ему власти и далее, и проследить реакцию так называемых наших партнеров, то можно увидеть закономерность. Исходя из успехов нашего президента, риторика усугублялась в его сторону. То есть, чем сильнее становилась наша страна, чем она больше поднималась с колен, тем недовольные, более недовольные были наши западные партнеры. Вопрос к Сергею. Сергей, вы искренне считаете, что Владимир Владимирович настолько не нужен нашей стране и народу, он настолько недеспособен и вредит? Или это мнение ваших сторонников, так скажем, личное? Ну, это личное, и это и мое мнение, я считаю, что он сейчас представляет угрозы вообще для существования России. Потому что, видите, какая вот идет неразбериха уже вот эта война на Донбассе, когда сейчас поссорились два великих славянских народа. Я, как вы понимаете, представляю украинскую, ну, то есть не скажу, что я там, у нас много украинских организаций, и врата там не будет, что они-то подо мной. Я представляю одну, ну, две организации, украинские, я совсем не сотрудничаю с многими украинскими. И вот я, честно скажу, не могу понять, почему мы рассорились, кто нас рассорил. Простите, можно? А вы хотите понять? Конечно, хочу. Но пока не можете. Нет, пока не понимаю. Нет, я понимаю, кто нас рассорил. Я понимаю, кто нас рассорил. Вы сказали, не могу понять. Нет, ну, я не могу понять, почему у нас, понимаете, как вам сказать, как в Индии, президент у нас святая корова. Понимаете? И, ну, я никакого ничижения не хочу. Ладно, можете даже вырезать это. Бог с ним. Но дело в том, что почему у нас последние уборщицы спрашивают больше, чем с президента? Почему он у нас такой, чуть ли не святой? Понимаете? Это вопрос. Нет, ну, не вопрос. Я просто, можете, конечно, ответить. Вы закончите ответ и можете тоже тезис сдать, чтобы Роман Сибирь. А, да, да, да. То есть, без перебивания друг к другу. Да, да, да. Извините. Дело в том, что у нас планомерно за эти годы, вы же знаете, развалилась наша армия. Правильно? Простите, за какие? За годы правления Владимира Владимировича Путина. Да, за годы правления Ельцин. Она не развалилась. Ну, в данный момент мы говорим о Путине. Вы говорили о Путине, правильно? Да, да. Давайте царя-батюшку там зайдем до Ивана Грозного, правильно? А сейчас мы говорим о Путине. Развалилась армия. Вы знаете, что у нас министр, как этот скандал с министром обороны. Сердюкова? Да. А вы знаете, какие люди за ним стоят? За Сердюкова? А что? Опять россияне для американцев. Нет, нет, нет. Просто мне интересно. Нет, ну, у нас всегда. Нет, нет, зачем? Я просто знаю, что не так просто таких людей назначают. И не так просто такие люди разваливают нашу армию. Правильно? Это войсердюкова? Конечно. То есть, я понял из ваших слов, что на самом деле не Путин развалил Сердюкова? Нет. Ну, конечно, можно все на Сердюкова повесить. Все это что? Да. Ну, то, что вот это развал армии. Можно. Да. Можно повесить. С согласностью. Ну, если очень сильно пострадать. Ну, фактически. Но сегодня тоже разваловаться армия или ничего? Нет. Но сегодня мы усилиями начинаем ее собирать. Она каким-то волшебным образом, да, начала? Или все-таки были какие-то усилия со стороны президента? Да. Сейчас идут усилия. Ну, может быть, не стоило ее развалить, чтобы потом не собирать. Однозначно не стоило. Чтобы потом не собирать. Да, ну, точно. А то все. Когда, я помню, тогда были у нас передачи, ракетчики тогда жаловались, что, говорит, уже треть страны только ПВО у нас просто-напросто защищалась, разваливались у нас силы ПВО. Когда показывали, когда подполковников даже выгоняли из этих... В общем, они жили подполковники. Выгоняли там судебные приставы. Что творилось? Кошмар какой. А сейчас вы даете претензию Путину за то, что до 2011 года разваливалась армия. Да, нет, просто дело в том, что, видите, вы говорите, что якобы, я как понял, что это не обоснованно. Претензии мы предъявляем Путину. Я считаю, что... То есть, вы считаете, это нормально? Мы хотим, чтобы у Рэба сначала разваливал армию, а теперь мы ее назад воссоздаем. Тратим, извините меня, государственные средства, которые пошли бы на социальные программы. А, ну, извините. Можно я по армии, как бы, скажем? Ну, в отношении армии. Во-первых, мы хотим акцентировать о том, что улетели от вопроса цели и задач выборов. Да, вернее, в чашном мероприятии, да, в принципе, наверное, все-таки, как бы, и там это все было правило, возглашено, там были действующие власти обвинения все, но здесь, так как президент все-таки является представителем гаранта по Конституции, да, значит, и претензии есть к нему. Ну, дело следующее. Мое мнение в отношении армии, да, понимаете, в чем дело? Вот есть, так же, как, вот, например, платформа танка, да, Т-72, его невозможно больше модернизировать. То бишь, оно исчерпало вот в этом, как бы, в своем, да, вот в своей-то основе, ну, в фундаменте. Вот на этом фундаменте невозможно уже дальше что-то делать. Надо переносить вот нужные и, как сказать, эффективные части, да, и от балласта, как бы, освободиться. Да, лесу рубят, щепки летят, но на текущий момент даже натовские эксперты говорят о том, что нынешнее состояние российской армии, оно несет явную угрозу для войск НАТО. И мы не уступаем умы, да, ведь по некоторым, по некоторым своим воспоминам даже превосходим. Это первое. Второе, да, для того, чтобы провести такие структурные преобразования необходимое время, это не год, это не два, это действительно необходимо минимум пять лет, а вполне возможно и больше. Почему? Потому что, если взять, как бы, внешне экономические, внешнеполитические предпосылки, они не позволяли, как бы, Владимиру Владимировичу, да, и его команде, да, провести эти структурные преобразования этого, ну, в отношении армии, как я это вижу. Ну, это вот, как бы, мое личное мнение, вот, ну, на текущий момент армия очень преиспособна, чрезвычайно. Мой сын сейчас служит в сроченную службу, в 136-й горнострелковой бегаде, мы с ним очень часто созваниваем. В какой области прием? Ну, в Багестане. А, отлично. Он воюет практически, потому что он горячей точкой будет, посрочен. Вот. То есть, Александр хочет сказать... А это, в принципе, мотострелковая бригада, это, в принципе, приятное удивление, да, уровень подготовки, это мотострелковая бригада. Это не бригада, там, специального назначения, там, ГРУ, да, не отряд специального назначения ВД, там, или еще какие-то. Ну, первое. Второе, вот я в отношении как раз хотел все-таки наше вчерашнее мероприятие, которое произошло. Смотрите, все митинги, вернее, все обвинения, которые провозглашал Навальный, да, на предыдущем митинге, то недовольство, которое произошло, как бы, да, со сбором подписей с регистрацией кандидатов, да, у меня вызывают большие сомнения по той причине, что, ну, а профессионалы ли этим занимались? Я сам себе, как бы, подал свои, свои кандидатуры кандидатам депутата по 9-му городскому избирательному округу. В принципе, можно сказать, то, что я в одной тарелке с вами, да, я не прошел, меня точно так же... Не, ну, я снял свою кандидатуру, честно. Ну, избирательная комиссия точно так же, как бы, за недочеты в сборе подписей, меня отстранило, да, ну, и я, ну, знаю, достаточно большое количество людей, которые выдвинулись одном оттатникам, и они не пошли и не поддержали, да, демократическую коалицию, они не пошли на улицу, хотя, как бы, да, как бы, да, как бы сказал Навальный, надо бывает, я выведу людей на улицу, да, когда, как бы, все это произошло, это, ну, провокационный, как бы, в принципе, был шаг со стороны Навального. А выбор, сбор подписей делался именно для того, чтобы, ну, создать прецедент и, ну, попытаться вывести, как бы, людей на улицу. Это, ну, первое. Второе, ну, почему не работаете в правовом поле? Почему не работаете в правовом поле, например, как бы, обоснованном, подать, ну, подать правильный, как бы, иск в суд, первое, да? Я, например, планирую подать в Конституционный суд, почему? Потому что определенное решение, да, стоит грань, как бы, закона, либо правильное заполнение документов, да, либо мнение избирателей, да, вот они стоят, как бы, если подписные листы, например, неправильно заполнены были, с какой-то там ошибкой, да, то что важнее, да, не избиратель, все-таки, поддерживающих само выдвижение кандидатов, либо следование, там, ну, букве закона при условии того, что кандидат, в принципе, личность установлена сборщиком подписи, да, например, если взять вот этот. Да, да, да. Ну, Конституционный суд, если, как бы, докажет это, то, в принципе, можно отменить выборы на тех избирательных участках, да, и заново провести новые выборы, вот, и можно сосредоточиться на этом, а не заниматься пиаром, да, или заниматься не созданием повода для дальнейшей пропаганды, либо еще, в принципе, как бы, более жесткой пропагандой, путем того, что провозглашение выбило, там, лозунг, что надо вывести людей на улицу. А почему вы не уходите в правовой поле? Ну, вот, ребята, допустим, я честно вам скажу, вот, когда, вы же тоже мероприятия делаете, правильно? Я так понял? Правда. Вы когда-нибудь видели, чтобы я или другие делали ретро-выставку машин рядом с вашими мероприятиями? Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Хороший вопрос. То есть, видите, то есть, это не пиар-акция, то есть, вы сделали выставку, там был все равно флаг, все равно были люди, кстати, все равно были люди, которые с этими, то есть, с ленточками там были. Я их видел, лично видел, они с одной стороны подходили, с другой стороны подходили. Ну, по два было там, три человека один раз. Там их полиция только начинала снимать, они начинали сразу уходить. И все, было такое, к сожалению. То есть, мы, вот, честно вам скажу, меня никогда не интересовало, что вы там, перед кем-то тоже стоять, давайте мы сделаем, вот они вот выступают, а мы сделаем вот тут вот пиар-акцию, по сути сказать, это пиар-акция, правильно? Вот я никогда, кто-то с моими вот украинцами, которые вот желто-блокитными, ленточками там проходили, вы видели смысл вопроса, скажите, ребят, честно. Нет, конечно. Но, дело в том, что, если бы у вас были такие возможности, вы бы сделали? Я бы... У меня это даже в голове... Нет, у меня такая возможность есть. Если надо, пожалуйста, вы говорите, ретро-выставку, мы можем это сделать, но нам это не надо. Это, знаете, как у меня вот был фестиваль украинское кино. Там сели два парня, ну, демонстративно, и там звучали у меня гимны России и Украины. Ребята демонстративно сидели на гимне Украины. Потом начали спрашивать, ребята, вот вы украинцы, а вы почему не хватаетесь за оружие и не добиваетесь, чтобы здесь, в России, был государственный язык украинский? Ребята, ну, серьезно, свидетели есть. Я, знаете, встал вот и говорю, ребята, зачем мне это надо? Я здесь говорю, вполне вот с вами нормально на русском языке. И мне, тем более я заканчивал Академию государственной службы, факультет государственного муниципального управления. Я понимаю, что такое на двух языках составлять документы. Представляете, да какие затраты? Я им просто объясняю, ребята, а зачем? Я здесь говорю с вами на русском, и меня лично это устраивает. Я не считаю вас даже врагами, и все. Мы, кстати, расстались очень хорошими друзьями. Люди просто поняли, так я про то и говорю. Почему постоянно надо делать... Сергей, вас обидела эта выставка вчерашняя? Нет, дело не в этом. Нет, вчера очень было все хорошо это. Я про... Когда вот Мавальный выступал, там, знаете, там подходили тоже, ну, тоже что-то на вроде... Хотя, конечно, гораздо грубее. Хорошо, что вы вспомнили именно выступление Мавального. Там выкрикивали, там и прочее. Я, ну, честно скажу, вот я люблю свой город. Я здесь родился. И я считаю наш город очень высококультурным. И всегда гордился. Я вот когда, знаете, в той же самой Индии, когда встречал с Москвы, я говорю, слушайте, я через Москву ехал. Кошмар какой-то, каково у вас грязное метро, ужас просто. Они говорят, а вы откуда? Я говорю, с Новосибирска. Они говорят, ой, какое у вас хорошее метро. То есть москали, извините, москвичи, нам завидуют даже. Потому что у нас, я говорю, я приехал, и у нас рыбки плавают тогда было, помню, даже на Маркса, извините меня. То есть наше метро даже приятно звучать. То есть мы культурно, высококультурно всегда были таким городом. Почему сейчас мы должны постоянно, извините меня, друг с другом, какие-то конфронтации, какие-то ретро-выставки. Понимаете? Вот вы выступаете, и дай бог. Я считаю, что среди вас очень много людей, которые хотят добра России. Кстати, насчет вашего вопроса, почему там были ретро-машины, и что это такое, почему вы так не делаете? Ай-яй-яй. Ну, знаете, здесь очень важно понять вот что. Это на самом деле показывает то, что, в принципе, основному количеству граждан понятно, что происходит. И таким образом они показали свое безразличие непосредственно к коалиции. Ну, и, соответственно, Навальному, и ему, как говорится, приближенным, да? Потому как, вы сами понимаете, что обмен информацией у нас за последнее время, очень, скорость обмена информации очень сильно выросла. И сейчас, по сути, не существует ни одной, даже минуты жизни человека, которая не была бы задокументирована и не была бы потом просмотрена. По этой причине все какие-то, может быть, неявные желания или планы, они становятся явными. Именно по причине обмена информацией, да? И вот те 86%, которые всегда озвучивает Навальный, он всегда нервно и так ревностно это говорит. В действительности он сам виноват в том, что у него нет этих 86%. Потому что, во-первых, надо понимать, что те интересы, которые он представляет, интересы той стороны, которую он представляет, они чужды нам, они чужды большинству. Да, среди этого большинства есть люди, которые недовольны деятельностью Владимира Владимировича Путина. Есть такие, но они прекрасно понимают, что демократическая коалиция и те лица, которые представляют ее и говорят, что они все могут исправить, это не те люди, которые действительно это могут сделать. Почему они это думают? В одной простой причине, что интересы той стороны, они совпадают волшебным образом, на самом деле, но совпадают с планами наших заводных. И те действия, которые по отношению к России проводят западные партнеры, они ему никак не вызывают доверия, тем более одобрения. А когда люди видят среди демократической коалиции тех лиц, которые явно пользуются поддержкой западных партнеров, а точнее, если откровенно говоря, теперь наших противников, потому что они сами заявили о том, что Россия является их одной из основных угроз, то, конечно же, это не может сыграть в пользу выбора в сторону любого претендента под демократической коалицией. А вы считаете, я понимаю... Конечно, вопросы опять. Вы считаете, что сейчас Россия не является той самой именно угрозой? Нет, вот сейчас именно при путинском правлении Россия, я понимаю, что я отделяю всегда, когда мне говорят именно Путина и русский народ, я отделяю именно то, то есть именно правление Путина и именно Россию. Потому что я сам гражданин России, я здесь украинец, я здесь родился, я люблю, как говорится, и к Россию, и к русскому народу абсолютно, что у нас, вы знаете, у всех родственники и русские, и прочие национальности. Мы не живем... Вопрос, Сергей. Так вот, вы считаете, именно что в нынешнем варианте, вот именно в путинском, Россия не представляет этой угрозы? Вы очень хороший вопрос задали, и более того, я даже очень хотел, чтобы вы его задали. На самом деле, смотря для кого. Дело в том, что если Россию рассматривать как цель для тех, кто считает Россию угрозой, то она действительно представляет угрозу для этих стран. Я не скажу стран, я скажу для руководства этих стран. То есть, понимаете, наверное, вы знаете, может быть, не знаете, но мир устроен таким образом, что прежде всего в том спекулятивно-капиталистическом формате, который сейчас устроен в большинстве стран, продвигается идея корпоративной, глобальной зависимости стран от отдельных производственных корпораций. И эти производственные корпорации, они порой имеют бюджет, в разы превосходящий бюджет многих стран. И, конечно же, эти глобальные корпорации заинтересованы, прежде всего, в прибыль. А благополучие людей там абсолютно не будет. Украина сейчас проходит сценарий тот, который Россия не прошла. И это большой ай-яй-яй, на самом деле, с точки зрения наших потенциальных противников. Они не смогли в России реализовать тот сценарий, который сейчас переживает Украина. Потому как произошел неожиданный ход. Ну, с русскими сложно, да, их русских умов не понять, действительно. И мы сделали так, русские, да, теперь поддерживающие нашего президента, что соглашение о разделе продукции было аннулировано. В связи с этим наша казна стала пополняться. Стали возможны социальные выплаты. Стали возможны модернизации нашей экономики. И, ну, вы сами знаете, какие у нас социальные выплаты. Стали, возможно, просто, да, вы понимаете, вы, что почему народ так реагирует на ваше стремление занять посты во власти. В принципе, эта идея была, ну, изначально проигрышна, на самом деле. Потому как те лидеры, которые представляют демократическую коалицию, они очень серьезно подмочили себе репутацию во времена Ельцина, Горбачева и так далее. Поэтому их желание навести порядок уже априори обречено на неудачу. У меня вопрос обычный, очень простой. Понимаете, Путин себе, значит, никак вот эти вот, вот эти смотные времена. Нет, я понимаю. Я понимаю. Смотные времена. То есть, понимаете, вот, когда я смотрю, когда на Биулина, вы знаете, кто это такой. Правильно. Отчитываются предпрезидентом Российской Федерации. То есть, а резервы наши, золотовалютные, где находятся. Да. А вы знаете, почему они там находятся? Нет, то есть, понимаете, я не... Все знают. Вот знаете, я ни разу не видел, чтобы в федеральной резервной системе на Биулина перед кем-то отчитывалась. Мне рассказывают, что оказывается, мы живем в оккупации. Я слышал это, что у нас требуют изменить Конституцию. Я говорю, ребята, вы хоть одного видели здесь оккупанта, американца? Вы являетесь оккупантом. Знаете, почему? Я? Да. С каким образом? Хорошо. Я такой же граждан, как и вы, ребята. Я сам служил в Советской армии. Я также служил в своей армии. Важный момент очень. Я вам объясню, почему вы являетесь оккупантом, и мы в том числе. Давайте. Вы владеете недвижимостью в России? Да, я владею. Вы владеете движимостью в России? Ну, движимостью нет. Нет? Нет. Хорошо. Вы за недвижимость налоги платите? Конечно. Значит, она вам не принадлежит. Вот именно. И какие образом? Оккупация, оккупация, это не только инструмент центробанка, который, как вы сказали, да, подчиняется, ну вы удивлены, что он подчиняется. Ладно. Но оккупация еще заключается в том, что граждане, живущие в нашей стране, вынуждены или обязаны, да, по решению тех или иных чиновников платить налоги на жилье, которое они сами заработали, или их предки заработали и уже умерли, или они являются еще должниками по ипотеке, вопрос о собственности возникает. А где собственность? То есть оккупация, на самом деле, она возникла как раз после того, как была принята конституция новая. Я вот к чему веду. Так вот, по новой конституции, там, как вы знаете, писали ее консультанты, да, из известных стран. То есть они, конечно, во благо действовали, да, во благо. Конечно, они хотели благо, только вопрос для кого. Вот, конечно же, для своей страны, а их страна какая? Так вот, и те люди, которые подписывали это, они тоже работали во благо. Вы понимаете, у каждого свое благо. И в этом вся проблема, благо мое. Так вот, Владимир Владимирович исходит из блага общественного. Поэтому он борется с этим. У него есть, конечно, проблемы. У него есть, он сам признавал, что были ошибки, да, были. А на самом деле больше успеха, чем ошибок. Потому как благо заключается в том, что наша страна встает с колен, а кое-кому это очень не нравится. Поэтому определенные политические силы движения у нас, ну, вот как-то внезапно начинают себя проявлять. Ведь когда страна стояла на коленях, ничего этого не было. Все было тихо и нормально. У меня вопрос был к Навальному. Уважаемый, а где вы были, когда наша страна стояла на коленях? Он мне, знаете, что ответил? Ну, а что? Он сказал, что во всем виноват Путин. У меня такое ощущение сложилось, что его настолько запрограммировали и зазомбировали, что кроме как всему виной Путин и в войне в Ираке, и в Ливии, и в Сирии, всему виной Путин. Понимаете? Я просто хотел... То есть вот такая ситуация. Вопрос от меня. Просто в чьих интересах вы выступаете? Вы выступаете в интересах народа? Вы выступаете в собственных чьих интересах того, чтобы прийти к власти для каких-то там меркантильных дел? Либо вы выступаете в интересах, например, условно говоря, западных государств, тех же американского госдепа. Почему? Потому что вы представляете все-таки выбирать декоративную... Нет, ну, я просто с ними сотрудничаю. Я не хожу ни в Парнас, ни в другую партию. Вы знаете уже, в курсе, да? Дело в том, что, говорите, вот народа, да, и определенное население, да, я занимаюсь культурно-проссетической и то же самое, вот, Союз Украинцев Сибири. Я считаю, что тут же вот памятник хотели, вот, Евгения, мы вот обсуждали же при вас, да? Памятник Ермаков. Да, памятник не Ермаков, а первопроходцам. Там просто Ермак должен впереди был стоять, и все. Было такое дело, все. То есть мы этим делом занимались. Сейчас вдруг начинается оккупация. На вас спрашивали, почему, Сергей, вы поддерживаете, почему именно в эти силы вливаетесь? Да, почему? В эти силы, потому что... Потому что, ребята, потому что вот я, вот буквально не так давно, когда в передачах наших, я заступался, наоборот, за русскую нацию. Не поверите, у нас украинские коллективы увеличили количество русских песен. Когда у нас вот не так давно, даже средства массовой информации, когда человек говорит, что он русский, мы тут же говорили, так вы фашист? И это так, знаете, так корюбило меня, лично украинца. Я всегда выступал против этого уничижения русской нации на своей собственной территории. Все, понятно, Сергей, вопрос, по-моему, был, почему вы с силами, которые руководятся, которые руководятся, направляются за границей. Я не руковожу, извините меня, мной не руководят эти силы. Почему я поддерживаю? Подождите. Я поддерживаю именно, я за нормальный народ. И все, понимаете, за мной не стоит никто. Я в Госдепе никаких зарплат не получаю. Великим деятелем я там каким-то там, извините меня, себя не вню. Потому что... Я в этих отношениях за нормальный народ это что, в Сибири, в Москве, да, кажется? Москвитин уехал. Да, да, Москвитин уехал. Знаете, потому что он похож на переподготовку в этом самом военном морском колледже? Ой, ну, мало ли что, где США, тогда не знаю я, понятия не имею. Он всего лишь консул, теперь, извините меня, всего лишь... Мы всегда были с Украиной родными, и мы ими останемся, несмотря ни на что. Несмотря ни на какие пропаганды, никакие промывания информационные, да. Люди, которые живут на Украине, это такие же русские люди, русской нации, как любой... То есть украинцы уже существуют? А их и не было. Нет, подожди. Слово... Украинцы, если на то, что... Сейчас я говорю в Ёрном, а теперь меня нет. Они были, нет, они были всегда. Украинцы были всегда. Но это была часть русской нации. Всегда. Потому как... Отдельной нации не было. То же самое мы будем говорить, если о осетинцах, о ингушах и так далее. Это все часть русской нации. Потому что, я так больше даже скажу, русская нация, она интернациональная. И всегда у нас страна была, начиная с древнейших и допотопных времен, заканчивая сегодняшним днем, была интернациональной. То есть вы поддерживаете, как теорию у нас, там некоторые говорят о великих Украх, что ли? Теперь это великие русы, что ли? Нет, я не говорю про великих русов или про великих Украх. Я говорю про то, что нас объединяет одна история. Одни корни нас объединяют. И если уж мы говорим о Украине, мы должны понимать, что слово Украина, оно исходит от слова Окраина. Поэтому это была окраина нашей цивилизации. Общий. Понимаете? Поэтому те люди, которые жили на территории, которые называются Украина, они назывались украинцами или украинцами. Поэтому сейчас это все, конечно, можно спорить, передергивать, но в любом случае это незакрытая информация. Мы, я говорю, одни. Нам делить нечего. Потому как когда кто-то пытается разделить, так вот этот кто-то, вопрос кто, вопрос зачем. Мы всегда были дружественны друг к другу. Мы всегда имели очень плодотворные и культурные, и торговые отношения, и производственные, и так далее, и тому подобное. Неследие, которое получила Украина с Советского Союза, оно позволяло ей действительно жить очень хорошо, даже после выхода. Но те люди, которые пришли к власти, они пришли к власти не для того, чтобы действительно жили наши соотечественники хорошо, они пришли к власти для того, чтобы хорошо жили другие. Мы с Романом обсуждали вопросы. В принципе, изначально, когда я вышел, наверное, для зрителей будет не секрет, вышел из Донбасса, где я принимал угол участия в боевых действиях на стране ДНР. По сути, как бы, основная проблема какая, какую я вижу, да, есть, ну, аликация без управления. Одна концепция, это уголок на гласа Аксонская, да? Разделяя властью. Разделяя властью, либо разрушая властью. Вот что, то есть, сейчас мы видим на примере, ну, не знаю, даже столетий, да, как разделилась Индия и Патистан, да? Доклад от Джорджа Фридмана, да, который произошел буквально вот в июле о геополитических интересах и тактиках и стратегиях в Соединенных Штатах Америки на территории Евразии. И концепция русская, это созидать, любострой, объединять и здравствуй, да? За счет чего у нас, во-первых, образовалась такая огромная империя, да, безначальная Российская империя, да? И вот, естественно, которая владела очень большим количеством ресурсов, которая явно не нравилась нашим. Ну, я все-таки за подмены понятий, да, и для меня как бы и считаю, что врага надо называть, что-то это враг, противник, против подмены понятий. Это наши идеологические противники, враги, которые будут всегда, как бы, для которых территория земля, Российская Федерация, на которой мы живем, в России, будут являться лакомым кусочком. И, по сути, по сути, да, я уверен в том, что среди либеральных демократической коалиции, в структурах таких, как Парнас, Гражданская платформа, есть люди, которые глубоко и желают добра стране хороших, да? Ну, как мы можем не желать добра? Наша жизнь взаимосвязана, наша судьба. Когда видишь, какими инструментами они пытаются донести это, и какие инструменты используют, они используют действительно такие вещи, как, ну, или Кувертона, да, Раск, да, и второе, они используют как бы по попытку расколоть и расслоить население, да, или создать какую-то единую платформу, да, ту, которая, как бы, позволила нам, да, вот, условно говоря, вот мы можем в рамках, ну, условно говоря, какого-то идеологического поля, да, мы можем спорить, мы можем там выяснять отношения, да, но когда, как бы, в рамке этого идеологического поля включается кто-то другой, который не сторонник, да, и не член, как бы, да, вот, условно говоря, не гражданин России, да, то и попытка, как бы, влияние как на идеологическое поле, так и на территориальное, да, как на государственный строй, то мы все объединяемся и работаем против него, у нас этого нет, и получается, что у нас здесь уже достаточно глубоко нас ожидана вот эта, ну, дали всходы те семена, которые были посеяны еще в 90-е, и у нас сейчас надо взять эту основу. Основа в чем в том, что нам действительно всем объединиться надо, и всем как бы объединиться вокруг. Наши идеи, вокруг нашей цели, ради того, чтобы сохранить во-первых, нашу страну, увеличить их состояние, дать детям и внукам лучшее будущее, чем у нас. А без объединения, без идеи, без идеи, у нас как корабль без курса, мы не сможем тогда, как бы идея, это то, что цементирует нас все. Знаете, я все время вспоминаю, когда вот идет такой разговор. Давайте, Сергей, так, вот вам последнее слово, и позвольте потом я все подопью, и уже пора заканчивать. Понимаете, я все время вспоминаю, есть такой сериал хороший, господин премьер-министр, господин министр, а британский, где британцы своих же собственных политиков вот так вот высмеивают, то есть вот именно свой политический строй. Дело в том, что, и там вот, говорит, все, там был такой секретарь, он говорил, говорит, все зависит от постановки вопроса. Он говорит, сейчас это я вам задам. Говорит, вот вы, допустим, выступаете за там всеобщую воинскую повинность, то есть против профессиональной армии. Да, конечно, мы хотим, чтобы профессиональная армия там дын-дын-дын, чтобы ее не было, лучше вот так, она дешевле, когда человека подготовили, все. Да, да, ну все нормально. Он говорит, а теперь я вам скажу, говорит, сейчас вот я вам так поставлю, вы хотите, чтобы вот сейчас по улицам ходили ребята, недовольные порой иногда вот этой вот властью там и прочее, но уже с боевым опытом, то есть умеющие обращаться с оружием, кто сказал, нет, не хочу, так теперь вы за или против воинской повинности, понимаете. И вот, знаете, такой вопрос некорректный, честно скажу. Хотите ли вы добра своей стране? Конечно, хочу. Как и любой человек, который вчера встретился, правильно? Имея что-то против вас, нет, ребята. Просто я, честно сказать, не понимаю. Я никогда не смотрю, в чем человека нет. Я никогда не делаю ретро-выставки, понимаете. Потому что я, вот лично я, я готов сближаться, я здесь с вами, готов обсудить, понимаете. Любую, вот в нашем случае, в случае людей, которые заинтересованы в изменении этой системы во благо, в нашем случае, необходимо объединяться и решать вопросы на местах. И через эти задачи мы будем делать. Через эти задачи. Экономические, политические, израильные, не ставят наместники, которые были посажены не Владимиром Владимировичем, а Путином. С этими наместниками нужно вести переговоры, нужно доносить до них то, что люди понимают, они не хотят потрясений, они хотят решить проблему. И эти наместники когда-то были реально наместниками, теперь они служат. И служат они народу. Я говорю, если вы разумный человек, вы должны адекватно воспринимать всю информацию. И ту, которая вам идет с ваших каналов, точнее от ваших сторонников, и точнее от сторонников, к которым вы примкнули. И также с другой стороны, понимаете. Если вы действительно озабочены о том, чтобы мы жили все благополучно, и никто нашу страну не разорвал на ресурсной зоне, наместники которых уже давно определены, то вы, конечно, будете конструктурами. И я против. Вы не ответили человеку его претензии насчет ретвера выставки. Ну, наверное, их смутно. Я сказал, что это изображение народа. Изображение. Вы игнорировали по поводу того, что они производили. Я ответил. Ну, допустим, литеральное сообщество может себе сделать в ответ. Вот именно. Допустим, геймпарад патриотический. Очень интересная тема. Насчет парада. Ну, не ретро, а монстрацию. Ладно. Мы ретро-выставку. Хорошо. Понимаете? А с другой стороны монстрация. Ну, что можно? Что монстрация? Какая монстрация? Ну, чего? То есть, монстрация проводилась. Я знаю, что монстрация. То есть, вот, опять же, это тоже одно из проявлений позиции. Позиция. Ну, поэтому мы, то есть, не мы, а люди. Это не мы. Это люди, которые понимают обстановку, они выразили таким способом свое мнение. Я для чего вас собрал здесь? Чтобы показать зрителям, которые, может быть, дай бог посмотрят нашу беседу, дискуссию, чтобы понимали, что в Новосибирске не только силы, которые хотят разрушения России, но есть еще совершенно другие силы, которые ведут на государственно-патриотических идеях. И вот эти все сказки о том, что Новосибирск является центром, одним из центров российского разрушения России, эти сказки надо прекращать. Вот что я хотел. Это не может быть центром разрушения России. Это глупость. Давайте на этом закончим нашу беседу. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.